Всем доброго времени суток! Праздник Рождества положено случаться настоящим чудесам. Жизнь обошлась с этим котом очень сурово, послав ему испытания больше, чем он мог вынести. Оставалось только одно – стучать в дверь и просить о помощи. В Рождество одна женщина услышала странные звуки, доносившиеся с заднего двора. Она пошла туда, чтобы разузнать, что такое случилось, и увидела рыжего кота, который стоял на снегу и бил лапой в ее дверь. Он был грязным, мяукал от голода и выглядел абсолютно несчастным. Женщина впустила животное в дом, сфотографировала его и связала с Мари Симар, основательницей службы спасения котят в Квейбеке, Канада. Увидев его фото, она попросила срочно отвезти кота к ветеринару. И уже через 30 минут он был в клинике. Котик был очень спокойным, позволил доктору провести осмотр, взять анализ крови и сделать рентгеновские снимки. Животное совсем не было диким, рассказывала Мари. Она назвала кота Асланом в честь льва из сказочной саги «Кроники Нарнии». Он был слишком дружелюбен, чтобы родиться на улице. Микрочипа у него не было, и его не кастрировали. Мы проверили информацию о пропавших котах везде, но ничего не нашли. У Аслана были гнилые зубы, обморожение, рана от укуса, шла кровь, блохи, глисты. У него был диабет и кожная аллергия. Его анализ крови был очень плохим, и ему пришлось пролежать в больнице 12 дней, прежде чем его состояние стабилизировалось. Только после этого его можно было отправить в приемную семью. Ему сделали операцию по поводу гнилых зубов. У него также были проблемы с глазами, которые решили хирургическим путем. Ветеринар сказал, что Аслан настолько болен и истощен, что не пережил бы зиму, если бы не получил немедленную помощь. Аслан был очень благодарен людям, которые ответили на его просьбы о помощи. Симар сказал, что кот очень хорошо относился к персоналу клиники и даже высовывал лапу из клеты, чтобы люди могли его погладить. Вся эта любовь и забота очень помогли ему поправить здоровье. Аслан быстро поправился и был готов отправиться в приют. Но женщина, в дом которой котик постучался на Рождество, сказала, что хочет забрать его к себе. Мариси Мар согласилась. Котику нужно придерживаться специальной диеты из-за диабета. Сейчас он забыл о своей тяжелой уличной жизни и даже не пытается выйти на улицу. Ему нравится спать на подушке своей хозяйки, и он очень любит обниматься с ней. Все, кто переживал за судьбу рождественского котика, были невероятно рады услышать, что он выздоровел и теперь живет счастливой жизнью в любящей семье. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если понравилась история, ставьте лайк. Оставляйте свой комментарий. Всем пока!